ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Мы играем тяжелый цикл. Но за характер надо команде сказать спасибо. Поверьте мне, что я их сейчас не носил на руках. Я искал свое мнение, что надо готовиться. И, наверное, и тренер прислушался. И сейчас команда едет на базу, готовится к игре воскресной. Почему? Потому что сейчас кто-то себе позволит, может быть, куда-то пойти поужинать или еще что-то. А сейчас команда, как было во времена Лобановского, команда едет на базу, будет целенаправленно готовиться, восстанавливаться, чтобы воскресенье отыграть игру и готовиться уже на кубку игру. У нас тяжелейший цикл. Мы играем в воскресенье, мы играем в среду. После этого у нас Таврия, потом мы играем Бешикташ и потом Металлист. Через три на четвертый играть, а там где-то через два на третий, как сейчас. Поэтому очень сложно. Я считаю, что, слава Богу, что выздоровели у нас игроки. Сегодня неспроста был Корея в запасе, наверное, будет играть Зарео. Поэтому выиграли молодцы. Игорь Михайлович, прокомментируйте слухи относительно назначения спортдиректора Алексея Михайличенко. Тут нет никаких слухов. Я веду переговоры с Михайличенко на протяжении месяца уже, чтобы он занял эту должность. Она свободная в клубе. Эта должность такая чисто, мне кажется, спортивного характера. Это сборой команды прежде всего. Это отслеживание селекции, контроль над селекцией. И он очень грамотный человек. Знает профессионал, он знает языки. То есть нам предстоит зимний сбор. Я считаю, что мы уже сегодня должны знать, с кем мы будем играть в товарищеские игры. Может быть, какие-то турниры будем проводить. Но это не моя была идея, не моя была инициатива. Это была инициатива Юрия Павловича Семина. Он говорил с Алексеем на эту тему очень долго и попросил меня, чтобы мы эту вакансию заполнили. Вот мы ее завтра буквально заполним. И он будет работать спортивным директором. Он любит футбол. Он предан футболу. И самое главное, он предан клубу киевского «Динамо». Почему? Потому что шли досужие разговоры, что я стоечкова собираюсь приглашать. Но это не так. У нас есть достаточно своих, можно сказать, ветеранов, игроков, которые ковали славу киевского «Динамо». И, может быть, с приходом такого, как Михаличенко, у нас этот «Динамовский дух» будет более поднят на более новый уровень. Таким, как Алиев, например, будут объяснять, что журналистов ругать нельзя. Особенно материи. Согласитесь. Потому что это его выходящий случай. Вообще, я не понимаю на сегодняшний день, что даже оштрафовать, так вы знаете, но мне кажется, что это тоже ничего не даст. Но я же не воспитатель или Юрий Павлович не воспитатель. Есть родители, которые должны воспитывать и объяснять человеку, что журналисты выполняют свою работу. Они выполняют свою профессию. Мы сегодня выиграли. Да, у меня хорошее настроение. Но, поверьте мне, вы знаете меня. Я бы в любом случае подошел бы и оправдывался. Потому что многие, я вижу, проходят мимо и делают вид, что это их не касается. Я считаю, что это неправильно. Поэтому перед журналисткой канала ICTV я уже извинился. Извиняюсь еще раз. Но что я могу еще сделать? Поэтому культура, поведение, воспитание, и если она присутствует в команде, и дух боевой, такой, как был в команде Михаличенко, когда он играл, он даст положительный результат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok